Субтитры сделал DimaTorzok Этого человека названы десятки улиц, школ и библиотек в России. Ему посвящены несколько музеев. Субтитры сделал DimaTorzok 125 лет назад, 13 марта 1888 года, в Харьковской губернии в семье рабочих родился мальчик, который впоследствии стал одним из великих педагогов 20 века. Родился он недоношенным и долго болел. Ходить стал лишь в полтора года. Несмотря на проблемы со здоровьем, школу Антон закончил с отличием. Сверстники его недолюбливали, во дворе над ним жестоко издевались, часто избивали. Он постоянно сталкивался с детской жестокостью. Возможно, именно поэтому решил посвятить свою жизнь педагогике. Окончил одногодичный педагогический курс и получил профессию учителя начальных классов. Антон Семенович работал в небольшой школе для детей-железнодорожников. Он искренне любил свою работу. Его интересовали ребячьи дела и заботы. Антон никому не отказывал в помощи. Всегда мог дать совет. Многие ученики жили в интернате при школе. Были там и сироты. Это давало возможность инспектору, а именно так официально именовалась его должность, значительную часть времени проводить со своими воспитанниками. Жил Антон в скромной комнатке при училище. Он был строен, собран, всегда с приподнятой головой. Немного прищуренные глаза светятся теплотой. Так вспоминали о нем его первые воспитанники. Большевиков, пришедших к власти, Макаренко не принял, но говорил, от сопротивления пользы не будет, и мы все погибнем. Необходимо приспосабливаться к новой жизни. В 1920 году Антон Семенович создал трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей и стал ее заведующим. Ему казалось, что он на своем месте. Он знает, как воспитать нового человека. Однако, когда в колонию прибыли воспитанники, все его идеи рассыпались. Он увидел не маленьких детей, нуждающихся в помощи, а великовозрастных хулиганов, которые сознательно занижали возраст, чтобы не попасть под расстрельную статью. В колонии процветали воровство, драки, вранье и хамство. Макаренко перечитал столько педагогической литературы, сколько не читал за всю жизнь. Но ни один трактат не дал ответа. Что делать дальше? Стояла очень важная и трудная задача – как воспитывать невоспитуемых. Он не знал, как к ним подходить. Этих детей, которые поступали к нему, он потом горькому скажет, ко мне каждый день привозили их в черной карете и сдавали из-под револьвера. Ясно было только одно – необходима только жесткая дисциплина. Так появились звенья, отряды, собственное знамя. И он сам из воспитателя-учителя превратился в командира, ставящего коллективное превыше личного. Он ввел занятия в военные элементы по наставлению своего брата Виталия, бывшего офицера. Хотя прежде эти методы воспитания Антон Макаренко категорически не принимал и не раз гневно заявлял брату «Я не хочу здесь заводить казарму». Но результаты были настолько очевидны, что старший Макаренко сдался. И не просто сдался, а сам принимал активное участие в военном воспитании. Нужна была дисциплина. Нужно видоизменить самому. Потом скажет, твое собственное поведение не самая решающая вещь – воспитание. И воспитание, в первую очередь, себя. И надо многое, что предотвратить. Понятие «преступник» не должно существовать в колонии. Воспитание начиналось с чистого листа. Макаренко говорил, «Никаких правонарушителей нет, а есть люди, попавшие в бедственное положение. Если бы я в детстве попал в такое положение, я бы тоже стал таким же, как они». Конечно, это было важное открытие из области психологии, но не главное. Он понимал, помимо дисциплины и коллектива, требуется также жесткое соблюдение правил. Постепенно ребята стали меняться. Союз советских педагогов потом повесил на коммуну фальшивый ярлык коллективизма. Но это совершенно неверно. Коллективизм появился как результат совместного труда колонистов. Макаренко писал, «Наша колония представляла собой свободное объединение людей. Здесь никого не заставляли жить насильно. Никаких решеток. Хочешь жить здесь – оставайся, но подчиняйся закону». Колонисты освоили простые деревенские профессии и заработали приличные деньги. У них появились амбары с зерном, кладовые, инвентарь. Они сами охраняли сейф с деньгами. «Далеко по России гуляла молва среди беспризорников о той колонии, которая называлась колонией Негорького. Дети хотели жить в колонии». У ворот очередь из беспризорников. Все хотят к Макаренко. Это ли не успех? Такая кардинальная перемена в педагогике не могла понравиться педагогам старой школы. Когда Макаренко выйдет с докладом о своих открытиях и программах на съезд учителей, его осудят чуть ли не как врага народа. Доносы уже сделали свое дело. В конце 1928 года Антон Макаренко вынужден уволиться с должности заведующего. Его теория была признана антисоветской соиздевательской оговоркой. Результаты хорошие, но методы никуда не годятся. Система воспитания несовершенна. Ее очень много критиковали за то, что в ней якобы подавляются интересы личности. Но, вы знаете, на мой взгляд, нет там вот этой вот линии насилия над личностью и подчинения ее коллективу. Он был раздавлен откровенной подлостью коллег. И чтобы больше не иметь дела с народным комиссариатом просвещения, перевелся в только что созданную чекистами коммуну под Харьковом. На новом месте новый директор начинает смелый эксперимент. Бывшие дети улиц осваивали профессии под руководством опытнейших специалистов, но главное – работа на созданном при коммуне производстве и учеба в школе открывали дорогу в ВУЗ. Настоящую известность коммуне принес фотоаппарат ФЭТ. Феликс Эдмундович Держинский. Так назвали колонисты свой аналог немецкой лейки. Колонисты освоили сложнейшие технологии, успешно работали и делали продукцию своего времени. Но это очень раздражало строителей коммунистической морали. Крупская раскритиковала в пух и прах опыт Макаренко. Но, может быть, именно ее ненависть спасла его от немедленной расправы. Сталину нравилось, что кто-то досаждает Крупской. Успехи Макаренко также не давали покоя чиновникам. И вскоре назначили новое правление коммуны, которое решил превратить ее в государственный производственный комплекс, а коммунаров – в наемных рабочих. В отчаянии Макаренко отправляет в правление коммуны резкое письмо. Второй раз у меня отбирают работу из рук. Первый раз в колонии Горького в 1927 году, когда наркомпросовские дамы испугались командира. И второй раз сейчас, когда кому-то захотелось употребить и дисциплину, и культуру, и мощь нашего коллектива для производственного марафета. «Мы здесь не фотоаппараты делаем, а людей!» Макаренко понизили в должности до помощника начальника коммуны по педагогической части. Участились доносы. Противники новой системы стали находить в методе Макаренко много белогвардейских приемов воспитания. Нависла реальная угроза ареста. И не без помощи высокопоставленных почитателей его педагогики Макаренко переводит в Киев. Антон Семенович решает еще раз доказать свою правоту. При этом он еще выше поднимает планку. Киевские коммунары в восторге. Они будут строить самолет! Но этого не случилось. Учреждение закрыли, а Макаренко перевели в Главное управление НКВД Украины. Это был страшный удар для него. Макаренко бежит в Москву. Ему приходится жить по квартирам знакомых. Затем ему удается снять дачу. Казалось, сбылась его давняя мечта стать писателем. В 1935 году вышла в свет его педагогическая поэма. Выпущенная небольшим тиражом, она быстро исчезла с прилавков. Однако люди успели узнать имя Макаренко как человека, который нашел путь борьбы с беспризорщиной. Буквально тут же книгу перевели на все главные языки мира. За рубежом она вышла под названием «Путевка к жизни». Макаренко думал, что теперь все поймут, как он был прав. И вдруг приговор критиков из наркомпроса. «Эта поэма антипедагогическая». Макаренко понял. Будущего в педагогике у него нет. В тот день у входа на белорусский вокзал стоял «Черный воронок». Двое людей в штатском напряженно всматривались в толпу. Время шло, а человек, которого ждали, так и не вышел. Он успел только сказать «Я писатель Макаренко». Его хоронили на Новодевичьем кладбище. Официальных лиц не было. Чиновники словно не заметили смерти человека, которого они через несколько лет назначат классиком советской педагогики. В колонии детской. Детми занимался. Похоже, сегодня имя Антона Семеновича Макаренко в нашей стране знакомо только старшему поколению. Смотревшему когда-то любимый в Советском Союзе фильм «Путевка в жизнь» да специалистам-педагогам, среди которых бытует неоднозначное отношение к Макаренко. Некоторые считают, что его система воспитания устарела, но почему же тогда она до сих пор так популярна на Западе? Там Макаренко до сих пор авторитет, и его книги переиздаются, в частности, книга «Педагогическая поэма». Мы нуждаемся в новом прочтении и в новом понимании его, я даже не выделяю его педагогике, а хочу сказать в целом об образовательном опыте великого нашего соотечественника. Те принципы, которые у Макаренко заложены, они, в принципе, это общечеловеческие принципы, которые не теряют своей актуальности. Ну, например, принцип сочетания уважения к личности с требовательностью к ней. Это что, не актуально было когда-то? У этого педагога нужно и можно учиться. Учиться то, на базе того, что он нам оставил. У Антона Семеновича было более трех тысяч воспитанников и ни одного рецидива. Он был верен себе и своему делу. Воспитал ни одного настоящего человека, знающего, что такое честь и достоинство. Человека, готового к настоящей жизни за пределами детского дома. Человека, который умеет мечтать и верит в себя. Семеновича КОНЕЦ